Спасибо за приглашение. Группа лучевых методов исследований. Из различных учреждений нашей необъятной родины могут к нам прислать для интерпретации визуализации снимки своих пациентов. За 2020 год была проделана огромная работа. Евгений Наумович именитов разъезжал по городам и весям нашей родины, рассказывал про то, какие исследования мы можем проводить. На сегодняшний день мы работаем с 78 организациями из 73 регионов Российской Федерации. Активно работает референс-центр стал в мае. Первые пробные посылочки пришли нам в апреле. И за период с начала апреля по конец декабря 2020 года мы провели 3442 молекулярно-генетических исследований. Пересмотрели у 449 пациентов гистологические препараты и выполнили дополнительно более 1000 иммуногистохимических окрасок. Если вести речь конкретно о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, то на данном слайде представлены диагнозы, которые в большинстве своем нам присылают. То есть это весь спектр диагнозов, начиная с С16, заканчивая С25. И основными заболеваниями, по которым к нам обращаются наши коллеги, это злокачественное образование ободочной кишки и злокачественное образование прямой кишки. Данная группа пациентов, 592 пациента мы продиагностировали за это время, занимает четвертую часть из всех обращений. На данном слайде представлены регионы, которые нам присылают для исследования материала пациентов. То есть из 29 регионов к нам приходят материалы. И также видно по диагнозам количество пациентов с данными заболеваниями. Татьяна Юрьевна, я могу вам прислать всю презентацию. Думаю, если кому-то будет интересно, то можно будет, конечно, я тоже могу выслать эти данные. Действительно, это интересно. Когда начинаешь считать, понимаешь, какое количество работы выполнено мною, моими коллегами, уважаемыми врачами в нашем учреждении. И, конечно же, врачами в регионах, которые заботятся о своих пациентах и высылают данные своих пациентов, не стесняясь, в наш центр это очень дорого стоит. В телемедицине также мы используем всевозможные, так сказать, возможности, рекомендуем хирургическое лечение или химиотерапевтическое лечение по данной группе заболеваний. Из почти 900 телемедицинских консультаций по хирургическому профилю, которая была выполнена в прошлом году, также 1,4 часть пришлась на отделение абдоминальной онкологии. Если в разрезе смотреть уже ответы телемедицинские, то достаточно часто, на что хочу обратить внимание, коллеги, достаточно часто присылаете вопросы по гепатоцеллярному раку печени. Хирургическим лечением данного вида заболевания наш центр не занимается, и мы всех пациентов отправляем к нашим соседям в Федеральный институт имени Гранова. К сожалению, телемедицинские консультации в полном объеме Федеральный институт имени Гранова не проводят, но есть альтернатива. Это Институт транспортологии в городе Москве, и там же есть и Институт коллапрактологии имени Рыжих. Там тоже занимаются данные проблемы, и если у вас есть такие пациенты, то желательно отправлять пациентов в те учреждения, которые занимаются данным профилем. Мы можем помочь только химиотерапевтически данным пациентам, дать какие-то советы по химиотерапевтическому лечению. Вся информация представлена про наш телемедицинский центр, про референс-центр, представлена на нашем официальном сайте. На этом слайде представлена эта страничка. Абсолютно спокойно всегда, если есть у меня возможность, я готова рассказать и про ту, и про другую нашу работу. Рабочий телефон представлен, он также есть на сайте в разделе телемедицинские консультации. Никаких проблем не возникает, кому необходимо, все дозваниваются, всегда рада помочь, уважаемые коллеги. Спасибо большое! Продолжение следует...